Состоялось заседание Совета депутатов. Народные избранники заслушали доклад главы городского округа Владимира Волкова об итогах деятельности администрации за 2023 год. Тему продолжит наш корреспондент. На заседании 27 депутатов. Они ознакомились с результатами деятельности главы и администрации городского округа за 2023 год. В своем докладе Владимир Волков сделал акцент на поддержке участников СВО и их семей, которых в Люберцах больше 900. Также внимание уделили и итогам социально-экономического развития. Социально-экономическое развитие по итогам 2023 года показывает уверенный рост экономики. Средняя заработная плата в целом по округу за год увеличилась на 9,7%. Товарооборот на 18,6%. Отгрузка на 14%. За год в округе создано более 1600 новых рабочих мест. В 2023 году в Люберцах построили 4 детских сада, 1 школу, 5 спортивных объектов и 3 поликлиники. В больницах городского округа появилось новое медицинское оборудование. Два новых отделения нейрохирургии и сосудистой хирургии начали прием пациентов в стационаре Люберецкой областной больницы. Наш округ стал третьим в Подмосковье, где открыли отделение реабилитации. На повестке дня всего было 6 вопросов. Среди них выбор кандидата для присвоения звания почетный гражданин городского округа Люберцы и внесение изменений в положение о порядке передачи имущества, находящегося в собственности округа. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.